Меня зовут Александр Рубин, и я буду рассказывать про MySQL в Kubernetes. Я работаю с MySQL уже, наверное, слишком долго, в течение 10-15 лет. Работал в MySQL AB. MySQL AB была куплена Sun Microsystems Oracle. И с 2013 года работаю в компании Perkona. Кто-нибудь не знает про компанию Perkona здесь? Все знают, отлично. Значит, сегодня буду рассказывать про Kubernetes. Я сегодня был на докладе, отличный доклад Дмитрия Столярова про вообще базы данных в Kubernetes. Есть кто, кто не был на этом докладе? Окей, хорошо. Значит, я посетил этот доклад и решил, ну, давайте я 5 слайдов уберу вообще, вот, и несколько слайдов добавлю, потому что объяснения на самом деле были очень хорошие. Я не буду вдаваться в подробности очень сильные, что такое Kubernetes и как он работает, и сконцентрируюсь на том, как, собственно, работать с MySQL. Значит, что такое Kubernetes? Ну, я обычно говорю, что Kubernetes – это такая операционная система. Операционная система для контейнеров. И, соответственно, что мы получаем? Мы получаем оркестр контейнеров. Ну, если совсем подумать, что такое Kubernetes в обычном мире, в физическом мире, вот, я подумал, подумал и понял, вот, что это. Это порт, морской порт. Вот эту фотографию я сделал в Барселоне. Это морской порт, когда у нас загружаются контейнеры, разгружаются контейнеры, и из них, значит, какой-то контент достается, вот, они куда-то уплывают, приплывают и так далее. То есть это на самом деле самая лучшая аналогия Kubernetes. Зачем нам нужен Kubernetes вообще? Ну, естественно, опять же, деплоймент. Если у нас есть тысячи серверов, то как, собственно, их деплоить? Если у нас есть база данных, база данных распределенная, может быть, тысяча нодов, то, соответственно, если мы хотим это деплоить в контейнерах, то вот у нас есть теперь такая клевая штука, называется Kubernetes. Значит, Perkona – это вообще консалтинговая компания в том числе. И у нас есть разные клиенты, большие и маленькие, и несколько больших клиентов к нам пришли и сказали, мы хотим магию. Мы хотим нажимать на кнопку и получать базу данных. Вот в Амазоне есть RDS, да, Relational Database as a Service. Мы хотим это делать внутри у себя, потому что большие компании, они в клауд идти не могут или не хотят. И, соответственно, они своих, как бы, свои департаменты, своих сотрудников, собственно, как бы считают, что они как бы клиенты. То есть департамент какой-то – это их клиент. Соответственно, development может нажать на кнопочку, им нужна база, мы нажимаем на кнопку на сайте, получаем базу. Нужно больше нагрузки, мы запускаем команду и, соответственно, делаем scale. То есть база будет больше нодов и так далее. У нас есть разные дистрибутивы кубернетиса теперь. У нас есть OpenShift от RedHat, и это на самом деле одна из самых популярных сейчас. Сейчас у нас есть в Амазоне есть свой кубернетис, у нас есть Google кубернетис, но Google, собственно, сделал кубернетис. Вот, в других клаудах у нас есть кубернетис. Вообще у нас 35 сейчас, более 35 разных дистрибутивов кубернетиса. Теперь как это все работает. Ну, я быстренько расскажу, и потом мы сфокусируемся на базах данных. Значит, что у нас есть? У нас есть сервер, и, соответственно, в сервере есть под. Под — это такая совокупность контейнеров. Внутри пода может быть запущен один докер-контейнер или несколько докер-контейнеров. Соответственно, все они используют, могут использовать в данном случае local storage, то есть тот диск, который находится на этом сервере. Соответственно, если мы делаем скейл, внутри кубернетиса, то у нас есть много этих серверов. Внутри каждого сервера запущен этот под, и они все используют local storage. Дальше. Что у нас происходит с контейнерами? Контейнеры можно удалять, можно рестартовать, можно, соответственно, скейл, да, то есть увеличивать количество этих контейнеров. И известно, что, ну, это уже как бы давно говорили много про это, что они хороши для stateless. Если у нас есть какое-нибудь приложение, там, PHP, Java, что-то еще, то мы можем их много запускать, и все нормально, и не бояться, что у них там есть внутри. Но в базах данных, для базы данных это большая проблема, да, потому что мы, нам нужно наши данные, соответственно, сохранять. Если у нас, например, будет рестарт, и мы запустим этот самый контейнер где-то в другом месте, и все у нас данные потеряются, но это не дело. Это не то, что нам дает база данных. Соответственно, какие у нас проблемы? Данные, preserving state, и второе, это кластерлинг. Да, если у нас есть репликация, если у нас есть кластерлинг, то это большая проблема сама по себе. Соответственно, в Kubernetes недавно стало возможно решение этой проблемы, та проблема, которая у нас была с докером сто лет назад. Kubernetes позволяет решить эту проблему путем stateful set и persistent storage. Теперь я расскажу про базы данных и как мы это будем решать. Соответственно, если мы говорим про storage, то storage Kubernetes нативно поддерживает shared storage. Это и хорошо, и плохо одновременно. Это хорошо, потому что у shared storage есть возможность... С shared storage мы, возможно, можем получить блок данных. Мы можем получить блок, который база или что-то еще будет использовать для записи. Соответственно, это называется у нас persistent volume и persistent volume claim. То есть наш под и наш контейнер может заклеймить какой-то кусок диска и, соответственно, использовать его для своих данных. Volume claim, его можно использовать по-разному, но обычно в базах данных это называется write once. То есть это значит, что у каждой базы данных будет свой кусок диска, который только она будет использовать. Дальше MySQL. Кто-нибудь не использует MySQL? Окей. Один человек не использует MySQL. А что использует? Postgres. Окей. Хорошо. Ну, понятно. Доклад так называется. MySQL в Kubernetes. Понятно, что приходят люди, которые используют MySQL. Отлично. Значит, вы все знакомы с MySQL. Если мы запускаем один MySQL сервер в Kubernetes, то проблем никаких нет. Да? Есть описание, как это сделать. Ну, мы просто можем, если у нас есть один MySQL сервер, можем его как контейнер запустить и все. Дальше. Если у нас более сложное, то есть как бы кто-нибудь использует вообще один только сервер у себя в продакшене? Один сервер. Никто, да? Ну, понятно. Естественно. Нам нужна high availability, высокая надежность. Да? Нам нужно, по крайней мере, несколько MySQL серверов. И мы поговорим о том, как мы это будем делать. Значит, нам нужен persistent storage. Нам нужно постоянное хранение данных. Нам нужен backup and recovery. Нам нужен routing трафика. То есть наше приложение должно подключаться к MySQL. Это будет, допустим, кластер. И она должна иметь возможность подключаться к MySQL, несмотря на то, что там какая-нибудь одна нода вышла из строя. И последнее, что нам нужно, это мониторинг этого всего. Пойдем дальше. Значит, вот эту картинку, которую нарисовал Вадим, мой коллега, CTO, собственно, Перконы, когда мы думали, как бы нам это все сделать. Значит, что у нас есть здесь? У нас есть… И эта картинка, это, собственно, я забегаю вперед. Значит, у нас есть три ноды MySQL. У нас есть proxy SQL, это, собственно, наш трафик раутер. У нас есть возможность сделать бэкапы. И у нас есть мониторинг. И это, собственно, был наш заказ. То есть что нужно, чтобы у нас получилось. Давайте посмотрим на каждую из этих кусочков. Прежде всего, репликация. MySQL, все знают MySQL. Кто-нибудь не знает, что такое репликация? Я думаю, что ни одного человека не будет, который не знает, что такое MySQL репликация. Значит, MySQL репликация была… Вообще, это как бы она есть из коробки. Она была создана, наверное, в каком-то 99-м или в 98-м году. И MySQL репликация до сих пор используется. И это отлично. У нас есть разные опции. Вот традиционная MySQL репликация, да? Сейчас в MySQL 8 есть новая MySQL репликация, называется Group Replication. Кто-нибудь слышал про Group Replication? О, отлично. И последнее, что у нас есть, ну, не последнее, а третье, что у нас есть, это Percon ExtraDB Cluster. Она основана на Galera Replication. Кто-нибудь слышал про Galera? Galera Replication. О, отлично. Значит, теперь, какие у нас есть проблемы с традиционной репликацией? Когда Монтий Вильдениус создавал репликацию в каком-то там 96-м, 97-м, 98-м году, то не было никаких возможностей сделать, как бы он не сделал и как бы не проектировал возможность автоматического фейл-оуэра, да, перехода. Если у нас мастер умлет, то больше как бы ничего не случится. То есть никакого перехода на слейв не будет, никаких смен ролей не будет, да. И это одна большая проблема с MySQL Replication, особенно в кубернетисе, особенно в контейнерах. Вторая большая проблема – это в том, что когда мы подключаем новых слейв, мы должны сделать кучу всего, да. Я думаю, что все, кто здесь присутствует, слышали про это. Кто-нибудь вообще никогда… Есть тут кто-нибудь, кто никогда не ставил MySQL репликацию? Ни одного человека. Окей. Соответственно, мы все знаем, что нужно сделать, чтобы поставить слейв, да. Мы должны сделать бэкап, скопировать данные, найти позицию в бинлоге, делать change master to, да, нам потом делать start slave. То есть нету никакой автоматизации из коробки, чтобы нам, допустим, я хочу еще один слейв, нажал на кнопочку, и все магическим образом произошло. Такого из коробки нету. Дальше. Group Replication. Ну, я скажу, что Group Replication – это отличная штука, отличная идея, но она слишком новая. Сейчас Oracle MySQL над этим работает, и надеюсь, что в будущем она будет стабильна. Кроме того, такая же проблема существует и с Group Replication. То есть если мы хотим, например, поставить новую ноду в Group Replication, то нам все равно нужно делать бэкап, все равно нужно копировать эти данные и так далее. Что у нас еще есть? У нас есть еще Percon ExtraDB Cluster. Собственно, это кластер на основе Galera Replication. Galera Replication – это синхронная репликация, которая использует так называемый Group Communication. Что это значит? Это значит, что если мы записываем какие-то данные на сервер один, здесь, то автоматически и синхронно эти данные будут скопированы на сервер 2, на ноду 2 и ноду 3. Это хорошо, потому что это дает нам консистенц. Это не очень хорошо для перформанс, потому что в отличие от Master Slave Replication, где у нас Master и Slave, они работают в асинхронном режиме, то есть мастер совершенно не ждет и вообще не знает про то, что у него есть слейвы. Здесь совсем другое. То есть мы должны понимать, что у нас есть 3 ноды, это синхронная репликация, и это будет работать со скоростью самой слабой ноды. С другой стороны, это очень хорошо для кубернетиса и для диплоймента, потому что у него есть так называемый отопровиженный. То есть если нам нужно поменять сервер, у нас там, я не знаю, вышел из строя диск, нам нужно взять новый сервер, поставить в кластер. Мы что делаем? Мы просто копируем config-файл, устанавливаем binaries, устанавливаем mysql туда, запускаем сервер, он подключится к кластеру, выберет одну ноду из списка и сделает бэкап. Он сделает бэкап, скопирует эти данные и подключится к кластеру. То есть проблема, которая у нас есть с репликацией, с нативной mysql репликацией, здесь полностью решена. Если у нас контейнер умрет, и данные у нас потеряются, не дай бог, то, соответственно, мы можем восстановить новый контейнер, он подключится к кластеру, и все будет работать как обычно. Это, собственно, картинка про data transfer, как происходят, какие есть две возможности синхронизации с новыми машинами. То есть то, что я описал от Provisioning, это называется SST. То есть это полное копирование всех данных. Если же у нас есть нода, которая вышла из строя, но она недолго была там. Она как бы была в дауне, но была в дауне не очень долго. Есть возможность у кластера послать не все данные, а только дельту, только кусочек. То, что тот сервер не получил, потому что был в дауне. Это называется incremental state transfer IST. Соответственно, если нода была в дауне недолго, то она получит только дельту. Если она была в дауне очень долго, или данных вообще нет, они потерялись, то, соответственно, она получит полный синх. Посмотрим теперь на вторую проблему, которая у нас есть в Kubernetes. Это система хранения данных. Значит, что у нас есть? Я буду достаточно быстро здесь рассказывать. Значит, здесь у нас есть локальный storage, у нас есть SSD, NVMe опции. Но традиционно в Kubernetes были проблемы с менеджментом этих storage. Почему? Потому что если у нас Kubernetes распределен на много разных машин, и мы, например, говорим, что я хочу эту ноду MySQL перенести с машины 1 на машину 2, я ее, конечно, перенесу, но, опять же, данные потеряются, потому что они локальны на этом диске. Поэтому Kubernetes всегда поддерживал network storage. Network storage был это хорошо для менеджмента, но плохо для performance. Очень многие наши клиенты говорят, вот у нас есть storage, вот у нас есть NFS. Давайте-ка мы запустим MySQL на NFS. Кто-нибудь запускал MySQL на NFS? В продакшене. В общем, не делайте этого. Вот, сам NFS это ужасный протокол, плюс еще вся эта network latency, которая будет там использоваться. NFS, GlusterFS, это очень плохо для баз данных. Поэтому, если мы говорим про Kubernetes, то это то, что мы не хотим использовать. Если мы в AWS, например, то мы можем использовать EBS. EBS не идеально для баз данных, и особенно для перформанса и для нагрузки. Но, как бы, у нас много людей, много клиентов, много компаний, которые используют MySQL на EBS. То есть, это нормальная опция. Kubernetes поддерживает EBS, то есть, в качестве Persistent Volume Claim мы можем использовать EBS. То есть, EBS может использоваться как Persistent Volume. Мы можем сказать, что мы хотим Persistent Volume Claim от EBS, и он нам даст кусок, выделит специальную storage на омазывание. Пойдем дальше. Роутинг трафика. Какие здесь есть проблемы? Проблема, на самом деле, очень простая. Если у нас есть кластер, то наше приложение должно подключаться к кластеру. А на самом деле оно подключается не к кластеру. Оно подключается к одной ноде. Да, потому что так MySQL реализован. Так реализован MySQL-постокол. Что мы хотим сделать? Мы хотим перед MySQL поставить роутер. Какой бы роутер вы поставили? Ну, например, HIProxy. HIProxy нехорошо. Почему? Потому что он ничего не знает про MySQL. Это TCP load balancer. Значит, у нас есть Proxy SQL. Proxy SQL отличается хорошими качествами. Во-первых, у него хорошая производительность. Он написан с нуля. Написан на C++. Соответственно, он позволяет нам роутить SQL. Кроме того, он поддерживает failover. Это ровно то, что нам нужно. Если одна нода вышла из строя, то нам нужно автоматически переключаться. Второе – это то, что он может быть так называемым man in the middle. То есть он может парсить и роутить все запросы. И, собственно, это мы и хотим использовать. Значит, вот картинка про Proxy SQL. Соответственно, что у нас здесь происходит? Наше приложение подключается не к MySQL. Оно подключается к Proxy SQL. Proxy SQL, собственно говоря, представляет собой, как бы имплементировал MySQL протокол. Наше приложение подключается к Proxy SQL, но на самом деле приложение думает, что оно подключилось к MySQL. И Proxy SQL, собственно, делает роутинг на наши узлы. Кроме того, Proxy SQL имеет такую классную фичу, называется разделение чтения и записи. Соответственно, если мы вспомним про наш Percon ExtraDB Cluster, то у нас все узлы в Percon ExtraDB Cluster, в Galera Cluster, они все одинаковые. Теоретически мы можем писать на все эти узлы. Это большое отличие с MySQL репликацией. И что мы можем делать здесь? Это мы можем выбрать одну ноду, чтобы она была райтером. Это неважно, какая будет нода райтером, но она должна быть одна. Потому что если мы начинаем писать на все три ноды одновременно, тогда у нас возникают конфликты. Конфликты — это не очень хорошо, это не конец света, на самом деле, в PXE, в Galera, потому что в случае конфликта, что происходит? Одна нода будет убита, и все данные будут скопированы. Но мы не хотим никаких конфликтов получить, мы не хотим обрабатывать эти конфликты в приложении, поэтому выбираем одну ноду, чтобы она была райтером, и остальные ноды или две ноды, чтобы они были ридерами. Вот, собственно говоря, что мы хотим получить на Кубернетисе. У нас есть Galera Replication, у нас есть Proxy SQL, у нас есть Web Server. И, соответственно, это то, что мы сейчас попытаемся запустить. А, что еще? Мониторинг. В Perconi мы реализовали PMM, Percon Monitoring and Management Service, это Open Source Solution, based on Grafana, то есть на основе Grafana. И, соответственно, мы будем его интегрировать в наш deployment для Кубернетиса. Значит, это то, что мы, GitHub, то, что мы сделали, вот у нас было наше задание, да, в качестве картинки, и то, что мы реализовали. Это, я бы сказал, это бета-версия, но, как бы, если вы хотите посмотреть на это и попробовать, то вот GitHub, Percon OpenShift. Теперь, я считаю, начинается самое интересное. Я расскажу, как, собственно, мы можем это делать и как мы это делали. Какие у нас есть опции для деплоймента. Первая опция – это опция вручную. Да, мы можем брать YAML файлс и просто их туда запихивать. Вторая опция – это Helm Charts. И третья опция – это Operator. Мы прошли все эти шаги. Значит, как это делается вручную? У нас есть файлы YAML. Куча файликов YAML. Значит, что мы должны сделать с PXI или с MyScale? Мы должны, соответственно, прежде всего, нам нужно volume иметь, да? То есть нам нужно данные, нам нужен диск, куда, собственно, записывать файлы. Дальше нам нужно передать конфигурацию в MyScale. Дальше мы должны запустить, собственно, PXI и запустить его специальным образом. Так, чтобы он собрался. Нам нужно собрать кластер. В конце концов, нам нужно запустить Proxy SQL, чтобы Proxy SQL сама сконфигурировалась. Кроме того, нам надо передать в MyScale пароли. И в последнюю очередь, или не в последнюю очередь, мы должны иметь возможность сделать бэкап. Вторая опция намного более привлекательная – HelmCharts. Значит, HelmCharts – это возможность, собственно говоря, использовать темплейты. HelmCharts – это то, что мы, собственно, реализовали. И HelmCharts позволяет нам иметь возможность передавать значения в наши темплейты. Если мы считаем, что наш Кубернетис – это операционная система, то HelmCharts – это пакетч-менеджер. Мы делаем YAM, install и получаем PXI. И последнее – это оператор. Оператор – это такая вот самодвижущая повозка, я бы сказал, или self-driving car, которая позволяет автоматизировать разные задачи. Сейчас пока мы говорили только про диплоймент. Мы говорили про то, как мы создаем этот кластер, как мы раутим запросы к этому кластеру и так далее. Но у нас есть еще куча разных задач других. Например, нам нужно автоматизировать бэкапы. Или нам нужно делать апгрейд. И вот это все решает оператор или оператор. Это, собственно, картинка, которая была опубликована на сайте LitHat. Собственно говоря, у нас есть первая фаза, вторая фаза, третья фаза и так далее. И на пятой фазе у нас получается автопилот. То есть у нас есть база, которую мы создали, которая сама себя оптимизирует, сама за собой следит, сама делает бэкапы, может быть, даже сама восстанавливает бэкапы. Я уж не знаю. Ну вот, это, собственно говоря, не то, что это уже существует, это такой промис. Ну хорошо, давайте сделаем небольшую демо. Значит, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас поставим, установим PXC-кластер. И для того, чтобы установить PXC-кластер, мы будем использовать Helm. Значит, здесь вместо того, чтобы писать YAM или apt-get install MySQL, мы напишем Helm install name-кластер или что-то там мы хотим, и наши values. Значит, что произойдет? Мы, это, собственно, установят три ноды PXC-кластер, Proxy SQL и сконфигурируют наш Proxy SQL, чтобы он мог роутить наш трафик. Значит, после того, как мы это сделали, мы, соответственно, вот что мы видим. То есть у нас есть ноды 0, ноды 1, ноды 2, Proxy SQL и мониторинг. Значит, что здесь произошло? Во-первых, у нас собрался кластер автоматический. Если видите нод 0, нод 1, нод 2, это stateful set. Stateful set – это возможность создавать поды, контейнеры в специальном порядке. Это, на самом деле, очень важно для кластера. Я покажу потом в конце, как, собственно, мы это реализуем. Это важно для кластера, потому что кластер должен собраться. Мы стартуем ноду 1, то есть ноду 0 здесь. Дальше стартуем следующую ноду. Эта следующая нода подключается к предыдущей ноде и берет бэкап. Соответственно, третья нода делает то же самое. Она встает, подключается к кластеру, говорит, дайте мне бэкап. И забирает этот бэкап. Таким образом, у нас поднимается кластер. Дальше у нас поднимается Proxy SQL. Proxy SQL видит этот кластер, подключается к кластеру, себя конфигурирует. И, соответственно, мониторинг принимает наши метрики. Значит, что это было? Одна команда. Мы стартовали разные MySQL ноды. Мы стартовали Proxy SQL. И мы добавили мониторинг. Значит, теперь посмотрим более внимательно. Значит, это у нас кластер 1 Proxy SQL. Это у нас Proxy SQL. Node 0, Node 1 и Node 2 – это наши ноды Percon и ExtraDB кластера. Теперь нам нужен IP-адрес. IP-адрес нам выдается кубернетисом. И здесь у нас есть разные опции. Зависит от версии кубернетиса. Мы можем использовать load balancer. Но на самом деле это не важно. Потому что у нас есть IP-адрес, который смотрит на Proxy SQL. И вот у нас есть порт 3306. Это обычно порт MySQL. Это не порт MySQL здесь. Это порт Proxy SQL. Proxy SQL притворяется, что она MySQL. И мы наше приложение подключаем к этому IP-адресу и этому порту. Кроме того, Proxy SQL настраивается с помощью специального административного протокола, используя порт 6032. Но это по умолчанию. Соответственно, Proxy SQL может у нас посмотреть, что кластер встал, и себя настроить. Давайте быстренько посмотрим. Значит, если мы подключаемся к этому порту, я подключился напрямую здесь. Я не использовал этот IP-адрес, который нам был выдан. Я подключился напрямую внутри контейнера, подключился напрямую к Proxy SQL. 6032 использую просто MySQL. MySQL клиент. Proxy SQL, админ интерфейс, это, собственно говоря, MySQL протокол. То есть там тоже есть таблицы, там мы можем делать селект, там мы можем делать апдейт и так далее. Здесь у нас есть сейчас три сервера. И есть хостгрупп. Хостгрупп – это, собственно говоря, та роль, которая есть у сервера. Хостгрупп 10 – это райтер. Хостгрупп 11 – это ридер. Таким образом, у нас есть три сервера. И Proxy SQL сама будет выбирать, как рутить запросы. Теперь давайте убьем под. Значит, мы убили один под. Он здесь терминейтый. И все будет работать. Значит, что происходит, если мы сделали опять select from MySQL servers? Мы увидим, что этот старый сервер, вот этот 2.10, да, он был поставлен как оффлайн. Вижу 15 минут. Он был поставлен как оффлайн. И, соответственно, он теперь прекратил быть райтером. Proxy SQL взяла один из ридеров, у нее есть список, она взяла один из ридеров, выбрала один сервер и переключила роль, что теперь он стал райтером. Соответственно, ничего не происходит. Соответственно, наше приложение продолжает иметь возможность писать в кластер. Как быстро это произойдет? Это зависит от наших таймаутов. На самом деле здесь получится гонка между тем, как быстро Kubernetes перезагрузит под, потому что у него есть такая возможность, и между тем, как быстро Proxy SQL отреагирует. Я решил посмотреть, как, собственно, быстро сам Kubernetes будет перегружать под. И поставил специально таймаут, так, чтобы Proxy SQL на самом деле наш под не стала перегружать. Так, давайте это пропустим сейчас. И покажу демку записанную. Так, не работает. Отлично. Так, ну давайте сначала тогда пройдем, как мы это все делали, и потом попробую еще раз показать демку. Значит, как мы это все делали? Значит, шаг первый. Мы решили, ну давайте посмотрим, как у нас есть YAML files, да, как сделать с этим YAML files. Соответственно, мы наделали много разных YAML files, и они до сих пор доступны, можно посмотреть. И потом я подумал, а как, собственно, это все теперь с этими YAML файл, их надо запускать. Ну что, пришлось создать shell script. Соответственно, shell script запускают deploy.sh. Мы сначала делаем secret, потом делаем volume, потом делаем и все остальное. В общем, это, конечно, страшно неудобно. Нужно проверять ошибки в баше, в шеле. Это, конечно, не пошло. Создаем 8 файлов, делаем deploy.sh, обрабатываем ошибки, неудобно. Шаг один. Окей. Шаг два. Helm и темплейты. Это, конечно, большой шаг вперед. Значит, что у нас тут есть? У нас есть тут values YAML. Передаем значение в темплейт. И в values мы можем сказать, например, что это у нас open shift. Или это у нас, я не знаю, кубернетис. Или в values мы можем, например, перечислить пароли прямо. Это нехорошо, конечно, но мы можем это сделать. Значит, дальше мы можем в... Значит, что у нас еще есть? Это у нас есть возможность использовать config map. Да, config map – это у нас тоже темплейт. В config map мы можем передать специфические параметры для MySQL. Можем передать и на DB buffable size, например. Или мы можем посмотреть что-нибудь, используя темплейты. Мы можем посмотреть, если у нас monitoring enabled, то для мониторинга мы можем специальным образом передать какие-то дополнительные параметры. На самом деле здесь мы куча всего в extra PMM. Значит, как это работает? Это просто CNF файл. Он записывается в специальное место на диске. И когда MySQL стартует, он его, соответственно, увидит. Теперь, что у нас тут есть? Значит, у нас есть config map YAML, у нас есть secrets YAML, у нас есть stateful set, и у нас есть services. Это, собственно, темплейты, которые, как мы видели, мы можем использовать. Мы можем использовать values для того, чтобы передавать значения в эти темплейты. Но самое интересное идет дальше. У нас есть проблема курицы яйца. Почему? Потому что, например, proxy SQL. Чтобы сконфигуровать proxy SQL, надо его стартовать. Но контейнер, докер-контейнер, должен иметь готовый процесс. У нас нет времени его конфигурировать. Обычно как делается? У нас есть какие-то конфигурационные файлы. Мы их апдейтим и дальше запускаем, соответственно, вижу. Дальше запускаем процесс. В данном случае нам это не совсем подходит. У нас есть proxy SQL. Proxy SQL запускается после PXI. И proxy SQL должен себя сконфигуровать сам. Что делать? Init-контейнер. Сейчас расскажу, как мы это сделали сначала, и потом расскажу про Init-контейнер. Значит, как мы это сделали сначала? У нас есть PXI-контейнер. У нас есть здесь докер-файл, докер-dir, cnf и так далее. Значит, в докер-файле мы прописываем entry point. Кто-нибудь не знаком с докером? Все знакомы, отлично. Прописываем entry point. В entry point мы должны собрать… И опять же, это про PXI, это не про proxy SQL пока. Значит, в entry point мы должны собрать кластер. Чтобы собрать кластер, мы должны знать, кто у нас еще есть вокруг. Соответственно, мы используем в данном случае… Есть много возможностей это сделать. Можно использовать etcd, можно использовать все, что угодно. Мы используем просто нативную DNS кубернетиса. Чтобы получить к ней доступ, мы используем peer list. Peer list – это маленькая программка на go, которая, значит, получает список всех peers, которые есть, и стартует программку. То есть, первый раз мы запустили ноду 1, ноду 0, да? У нас нету peers, ничего нету. Запустили ноду 1, у нас появился один peer. Запустили ноду 2, у нас появился 2 peer. Значит, как это работает? Значит, прежде всего мы запускаем peer list. Мы говорим, что он старт, мы делаем конфигур. Конфигур пикси. Это shell скрипт. Shell скрипт делает кучу разных вещей, но, кроме всего прочего, получает наш список peers и для пикси делает одну простую вещь. Он записывает этот список пикси в специальную конфигурационную переменную пикси. Соответственно, если у нас ничего нету, то эта переменная будет иметь пустую строку. Пикси работает так, что если у него есть наш кластер-адрес, в нем ничего нету, то он разрешает коннект с любых хостов. Это называется bootstrap. Соответственно, если у нас ничего нету, то он разрешит коннект с других хостов, и любой другой хост сможет подключиться. Дальше, если у него уже что-то есть, то он нам запишет в этот кластер-ид список того, что у нас есть. Собственно, и все. Таким образом, мы за счет того, что у нас есть stateful set, который стартует ноду одну с другой, и за счет того, что у нас есть вот такая магия, мы можем получить, собрать кластер. Proxy scale. Достаточно быстро покажу. Значит, опять же, у нас есть entry point. В entry point мы делаем похожую вещь, но немножко более хитрую. Значит, у нас есть, опять же, еще раз, у нас есть проблема с, проблема курицы и яйца. Мы должны, чтобы сконфигурить proxy scale, мы должны его запустить. Кроме того, мы должны дождаться, пока кластер соберется. Значит, решение номер один, это мы пишем вот такую функцию, addpears, опять же, используем peer list, запускаем add cluster nodes, пускаем его в background, и запускаем proxy scale. внутри add cluster nodes мы, значит, ждем, пока прокси стартует, и когда прокси стартует, мы используем программу proxy SQL admin, чтобы его сконфигурировать. Это на самом деле не очень хорошо. Достаточно, выглядит достаточно плохо. Лишение номер два, это init containers. init containers, это возможность запустить контейнер, который что-то сделает в начале, потом зашатдаунит наше приложение и запустит наше приложение уже на, уже сконфигурированное. init containers мы можем ставить в stateful set, yaml, и, соответственно, мы можем прямо запускать команды. То есть в данном случае, вот в данном примере, я вообще использую просто busybox. Вижу пять минут. Использую busybox, и здесь, соответственно, если у нас есть TLS, то мы копируем эти самые ключи TLS. Мы можем делать все, что угодно здесь. Соответственно, что произойдет? init container запустится, он запустит контейнер, сделает то, что нужно. Этот контейнер будет убит. И дальше у нас пойдет основной контейнер. Основной контейнер пойдет на том же диске, так что все, что было сделано init контейнером, останется там. То есть вот такая магия получается. Что дальше? У нас есть... Мы планируем сейчас использовать операторы. Я, к сожалению, сейчас не могу ничего рассказать про операторы, но, на самом деле, надеюсь, что на следующей конференции я уже буду рассказывать про операторы, использование операторов для MySQL. Encryptory, то есть Data at Last Encryption, это еще одна интересная штука, и менеджмент ключей. Мы выпустили такие альфа-версию оператора, так что, если вам всем интересно, то это можно ее использовать, но не в продакшене. А это, собственно, дополнительные ресурсы, как другие компании много работают. Сейчас гигантский интерес, конечно, к этой теме, и другие компании работают над теми же самыми ресурсами. Есть Oracle использует MySQL оператор, PressLab выпустил недавно оператор, MyLDB выпустила Helm, и есть другие еще варианты. К сожалению, похоже, что у меня нет времени сделать демо, но если кому-нибудь интересно, то может ко мне подойти, и я могу все показать. Большое спасибо. Есть вопросы? Да. Все очень здорово, и как-то я тоже запускал в кубикластере как раз кластер Галера. Вот. Встает вопрос. Давайте мы сейчас используем OpenVZ, тоже база данных, и тот же самый PMO мне справляется с мониторингом свопа и ИО, ну, потому что он соответственно не видит хост-систему. Здесь как вообще это будет решаться? Ну, то есть это же нужно контролировать, это важные параметры и свопа, и ИО. Да, это хороший вопрос. Я боюсь, что я так не могу на это ответить. Значит, с PMO у нас какая есть? Была проблема, быстро расскажу. Значит, PMO это мониторинг. Это мониторинг в том числе MyScale, MongoDB. Значит, с PMO у нас была проблема. Мы, собственно, это работает как? У нас есть админ, PMM admin, и это, собственно говоря, агент, который работает на том же хосте. Соответственно, он посылает метрики, используя Prometheus. И, соответственно, у нас есть графан и дашборд, который их все показывает. с Prometheus, с версией 1 было куча разных проблем. Мы сейчас перешли на версию 2. Я не знаю, вы какую версию используете? PMO последнюю или нет? Нет, не последнюю. Так что у нас было много проблем с этим Prometheus, и, соответственно, мы над этим работаем, чтобы это, соответственно, починить. По поводу IOSWAP, я так понимаю, что проблема была с самим PMO сервером? Нет, нет, но, в принципе, эти показатели вы сможете мониторить только на хост-системе. Да, да, да. В ГЕС-системе, ну, в контейнере вы не сможете мониторить. А, я понял вопрос, я извиняюсь, я не понял вопрос сразу. Да, это вот, кстати, вот хороший вопрос. Это мы думали про это, потому что у Кубернетиса же есть экспорт метрик из, соответственно, из Кубернетиса, который мы можем здесь использовать. Мы пока этого не делали, мы вот думали про это. То есть, если использовать экспорт метрик, который уже есть в Кубернетисе и, соответственно, их посырать в нашу графану, да, вот, то это было бы, конечно, хорошо. Но у нас есть только доступ внутри контейнера, понятно. Я понял, хорошо, спасибо. Да. Да, Александр, спасибо за доклад, интересно было. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в каких случаях не нужно в МСКЛ пихать все-таки в Кубернетис рядышком по ручку машин и по классике? Да, вот хороший вопрос на самом деле, потому что пока я считаю, что если у нас микросервисы, да, то это хорошо. Вот у нас есть какие-нибудь микросервисы, которые там деплоятся, там есть приложение, мы деплоим в МСКЛ. И в МСКЛ может быть там используется, но может у нас там есть 100 запросов в минуту, да, или что-то еще. Это для Кубернетиса пойдет отлично. Если же у нас есть один массивный гигантский МСКЛ, и мы его пытаемся запихнуть в Кубернетис, и у нас и так уже есть там 10 тысяч запросов в секунду и 10 терабайт данных, а мы его еще в Кубернетис запихиваем, да, но я не думаю, что это хорошая идея. То есть вот если у нас большой МСКЛ массивный, да, и он обслуживает кучу разных приложений, то я бы не стал его в Кубернетис запихивать. То есть это как бы по наитию, по ощущениям, или вот прям правило, что если есть нагрузка, данных много, все, забудьте, не надо. Дело в том, что на этот вопрос пока похоже ответа нету. Вот сейчас вот каждый делает свое, да, и как бы таких вот best practices, я думаю, просто сейчас не существует. Вот мое мнение из как бы из моего опыта это вот такое вот. Спасибо. Георгий, спасибо за доклад. Скажите, когда у вас одна нода падает, то есть она умирает, вы автоматом поднимаете новую? Да, вот к сожалению, я бы показал бы демо, но вот значит, что происходит? Если у нас, у нас есть две конкурирующие системы. первая система это то, что у кубернетиса есть возможность автоматически поднять ноду, да, то есть если мы убили контейнер, то кубернетис эту ноду поднимет. Кроме этого, у нас есть три ноды, и мы можем использовать любую из них. Соответственно, мы можем использовать прокси SQL для того, чтобы соответственно зароутить трафик на другие ноды. Соответственно, даже если мы ее поднимем, да, но через сколько времени, может быть, она там через две минуты поднимется, или там поднимется на каком-то другом хосте, за это время прокси SQL успеет переключиться. Я понимаю, это следующий вопрос. Каким образом у вас уже или еще не реализовано добавление новой ноды в уже существующий работающий прокси SQL? Да. Я увидел у вас конфигурация только на момент старта. Да. Сейчас расскажу одну секунду. Это очень хороший вопрос. Пожалуйста. Вот. Значит, что у нас здесь есть? Мы можем использовать scale, да, и сказать, что мы хотим увеличить количество реплик с 3 до 4. На самом деле, это не очень хороший пример, потому что 4 реплики не должно быть, должно быть там 5, 7, что-нибудь. Значит, что произойдет? У нас наша система поднимет еще одну ноду. Нода подключится в кластер. Да? Она подключится в кластер, потому что она поднялась, у нас соответственно запустится peer finder, делается add cluster node, найдет peers, поднимется, подключится в кластер. Дальше, что произойдет на уровне прокси SQL? У прокси SQL есть, собственно говоря, scheduler. То есть в прокси SQL есть система такая, как бы кронджоп, которая автоматически проверяет доступность разных нод. И, соответственно, так как она проверяет доступность разных нод, она увидит, что у нас появилась новая нода, потому что у нас есть, она появилась в списке кластера. Тем не менее, она ее добавит. Она ее добавит как ридер. И, соответственно, у нас будет четыре ноды. Встроенная фича прокси SQL? Это фича, которую мы конфигурируем, да, она встроенная фича прокси SQL. Мы используем специальный скрипт, который, собственно, запускается и тестирует внутри прокси SQL, тестирует ноды. Я потом более подробно расскажу. Добрый вечер. Большое спасибо. Очень интересно. Я вам желаю успехов в написании оператора. Спасибо. Но, честно говоря, у меня пока возникло такое ощущение, что решение достаточно сыровато, и вот как бы вы меня не убедили в том, что оно обеспечивает безопасность, целостность данных. То есть, предположим, вот, я правильно понял, что у вас на PVC только бэкапы лежат? В смысле, на PVC? Ну, на локал сториджа. Что? Я имею в виду то, что у вас на сторидже кубернетиса лежат бэкапы. Да, да. То есть, получается, что если у нас вдруг внезапно исчезли все инстансы, в которых происходила запись, то мы потеряем какое-то количество данных. Если кубернетис вообще весь выйдет из строя... Ну, например, взял и развалился, или у него какой-нибудь там, не знаю, сплитбрейн случился. А, да, конечно. Такое бывает. Естественно, бэкапы нужно копировать на куда-нибудь там, на S3 или что-то еще. Нет, это я понимаю. Просто имеется в виду, что бэкап, он не отражает актуальное состояние. Возможно. До какой-то степени. Значит, на самом деле, это очень хороший вопрос, да, про консистенс данных. Да, абсолютно верно. И тем более, смотрите, в разрезе того, что, извините, перебью, кубернетис может сам по себе в сплит-режиме работать. То есть, там, скажем, у нас какая-то нода ушла, там на ней сервис какой-то запущен, да, но он не знает о том, что есть остальные работающие ноды, например. Да, да. Мы с таким сталкивались. Значит, консистентность данных, она обеспечивается не кубернетисом в данном случае. Она обеспечивается MySQL. В данном случае она обеспечивается галерой. У нас есть галера-кластер, PXC, которая, соответственно, ответственна за то, что у нас на всех трех нодах одинаковые данные. Допустим, у нас есть какой-нибудь конфликт. Или кто-то что-то сделал плохое с одной из нод. У нас пришел запрос с ноды 1 на ноды 2. Этот запрос не может выполниться на ноде 2, потому что там таблицы нет. Что произойдет? Нода 2 ее галера убьет вообще автоматически. Она ее убьет, после этого она соответственно сотрет все данные, стартует ее. Когда она ее стартует, она подключится к кластеру, запросит бэкап, сделается бэкап, и, соответственно, эта нода поднимется. То есть, с точки зрения консистенции данных, PXC отличный. С точки зрения производительности, может быть, нет. Отличный вопрос. Нет, не совсем так. Во-первых, поэтому, в том числе и поэтому у нас есть 3 ноды. Почему у нас 3 ноды есть? Обязательно нужно хотя бы 3 ноды, потому что это кворум, нет work partitioning, то, что говорилось на предыдущем докладе. Значит, у нас есть 3 ноды. Дальше одна нода у нас выходит из строя, одна нода у нас donor, и одна нода полностью доступна. Дальше донор, то, что нода donor, это не значит, что она недоступна. Extra backup, который используется, non-blocking. То есть, единственное, что будет недоступно, в самом конце бэкапа нельзя будет сделать alter table. Это единственное, что значит, будет недоступно. То есть, конечно, IOPS, да, увеличится, но нода будет доступна для чтения и записи и так далее. То есть, если у нас 3 ноды, то у нас есть хорошая high availability в этом случае. Если вопросов больше нет, то мы закончим и благодарим вас за прекрасное выступление. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!